Ирина, скажите, пожалуйста, куда уходит энергия? У людей. Да. Так, ну, такой вопрос глобальный, я бы сказала, да, то есть говорить про него очень можно много, потому что как раз мой путь начинался с самоисцеления, да, вот этот путь самоисцеления. И когда я только начинала свой путь, я поняла, что самое главное, это мне восстановить энергию нужно, то есть вот сюда смотреть, да, то есть я научиться ее восполнять. И вот это исследование, куда уходит энергия, для меня было очень важно. И очень много факторов я для себя выделила, и я хотела бы вот людям вот в этом интервью, в рамках этого интервью, просто сказать самые главные вещи, которые действительно можно отследить себе. Первое, это научиться балансировать эмоции свои. Эмоции мы испытываем всегда, всегда мы что-то испытываем, ощущаем, мы это не замечаем, и на поддержку вот этой энергии, вот этих вибраций, этих эмоций уходит наша энергия. Эти эмоции привлекают к нам мысли, то есть то, на каких вибрациях мы звучим, привлекают к нам мысли. Допустим, если мы звучим на вибрации раздражения, у нас будут одни мысли. Если мы звучим на вибрации гармонии, счастья, у нас будут другие мысли. Так вот, мысли это тоже то, на что у нас уходит постоянно энергия. Причем это нон-стопом, вот эти две вещи, это эмоции и это мысли. То есть, если человек, вот, что называется, очнется, заведет будильник себе в течение дня и увидит, что он в этот момент думает. Он видит, что он уже 5-10 минут крутил какую-то мысль. Мысли делятся на разные. Мысли есть, матричные я их называю. Это все, что связано с выживанием. То есть, куда мне пойти работать, как мне заработать деньги, как мне оплатить кредит, что мне сегодня приготовить. То есть, вот эти мысли, как мне свой день составить, чтобы все успеть. Вот эти суетные, матричные мысли, они забирают у нас массовые мысли в течение дня. И мысли есть, которые, наоборот, нас наполняют. Это мысли о чем-то высоком. Это мысли не о себе. Это мысли более глобального масштаба. Это мысли, когда ты себя ощущаешь частью целого, и ты думаешь об этом целом. Вот эти мысли наполняют, наоборот, нас. Это вот две вещи, которые нужно отслеживать. Это матричные мысли и эмоции. Что значит отслеживать и что вообще с этим делать? Идеально, конечно, когда мы учимся входить в тишину внутреннюю. В этот момент не происходит утечки энергии. В этот момент мы просто созерцатели. Мы просто в состоянии «я есть». И это состояние нас всегда наполняет. Это то состояние, вот если мы хотим, допустим, восполниться энергией физического тела, мы едем к морю, расслабляемся, лежим на песке, и нам хорошо. Вот здесь можно сказать, что для тонких тел это то же самое. Когда ты входишь в тишину, ты как входишь в самого себя. Ты никуда не растрачиваешься. Я называю это центрированием. Быть в центре себя. В этот момент ты не тратишь энергию. Когда ты на все смотришь, даже на свои проблемы, которые у тебя в жизни, ты не хочешь их решить. Ты просто их наблюдаешь. Ты просто наблюдаешь себя в этой ситуации. В этот момент энергия не растрачивается. И еще один момент очень важный. Очень сильно мы тратим свою энергию, когда мы делаем что-то против себя. А мы делаем это практически тоже всегда. Вот это чувство долга, что я должен делать, это тоже такая очень сильная матричная программа. Но это вот мы рабы этой программы. Мы не умеем по-другому жить. Она в нас, и горы, мы прошиты этой программой. И чтобы освободиться, выйти из этого слоя, где существует эта программа, нужно, естественно, совершать большую, постоянно совершать большую работу над собой, отслеживать. Но в течение дня мы можем просто отследить такие моменты, что мы по привычке соглашаемся с чем-то, с чем мы не хотим соглашаться. А мы просто привыкли быть хорошими. То есть не привыкли, а хотим быть хорошими. И поэтому мы не можем сказать «нет». Мы хотим, чтобы нас похвалили, и мы идем на какую-то переработку, допустим, на работе. Хотя мы бы с удовольствием лучше потратили время по-другому. То есть вот эти вопросы «а что я хочу?», «а что мне нравится?» Я уже поднимала в другом других интервью с тобой. И это вот здесь все вот к этому. Это все сохранение энергии своей. Когда мы делаем что-то против себя, мы тратим массу на эту энергию. Просто потому что мы идем против души, мы идем против себя. Все, что идет мы не с душой, что называется, в обнимку, все, что мы уходим от себя, от нашего центра, на все это и тратится энергию. Чем дальше ты уходишь, тем темнее ты разрушаешься уход от себя. И вот здесь слушать себя. И каждый день отвоевывать для себя свое. Вот это, да, то есть если ты привык никому не отказывать, попробуй откажи, попробуй постоять на своем, прежде прислушившись, естественно, к себе. Естественно, очень многие люди ходят на работу, они уже эту работу не любят, это никакого творческого вдохновения не приносит. Потому что работать, это не значит, что мы не должны работать. Мы через работу здесь материализуем себя, что называется, да, проявляем себя, заземляем себя, то есть свои мысли, свои чувства. Но мы здесь учимся творить, быть творцами. А творение это все, что от души. Это все, что ты делаешь с огнем внутри, что тебе хочется это делать. Не потому что ты должен делать, а потому что тебе хочется это делать. Можно на самом деле, вот эта энергия, когда мы идем против себя, да, то есть это энергия жертвы. Я ее называю жертва, потому что мы чувствуем себя жертвой. Мы не хотим это делать, но мы делаем. Мы хотим взамен что-то, чтобы нас похвалили. Мы даже этого не даем отчет, да, почему мы это делаем. Почему мы делаем то, что мы не хотим? Значит, мы что-то за это хотим, значит, мы ждем этого от другого. В нас этого нет, и мы хотим это получить извне. То есть выход отсюда какой? Вот это и изнутри все получать. Тогда ты будешь самодостаточной, тогда ты будешь уверенный в себе и чужое мнение, допустим. Тебе будет уже неважно, да, то есть какой-то хороший для него или плохой. И ты не будешь идти против себя, да. Ты прислушаешься и скажешь, я хочу вот так вот сделать, а не так, как от меня ожидают. Причем, опять-таки, это твое представление, что от тебя именно так ожидают. Это наш мир, мы его сами создаем своими внутренними вот этими комплексами, внутренними состояниями, которые нам присущи, своими внутренними программами, убеждениями. Человек даже об этом не думает, а нам кажется, он от нас этого ждет. Вот это тоже нужно понимать, что ты это создаешь, что от тебя что-то ждут. Что родители без тебя не могут. Это ты создал таких родителей, они в твоем мире будут такими. И ты будешь после работы нестись, хотя с ног валишься, и тебе бы поспать, выспаться и так далее. Вот сон, это тоже очень важно высыпаться, потому что во время сна у нас происходит восполнение. Наши тела уходят, что мне называется, на перезагрузку тонкие тела. Физическое тело отдыхает, тонкие тела уходят на перезагрузку, и потом идет восстановление. Хоть на какой-то момент, да. Прежде чем опять начнем с утра себя растрачивать тем, что мы встали рано, нам этого не хочется. Вот этот буденник, это же, я считаю, что это убийца, в общем-то, просто человека. Потому что я вспомнила, как он мне звонил в 6 утра, сейчас я спокойно сама встаю в 6 утра. Но тогда мне не хватало сна, естественно, когда я работала в 6 утра, и мне до 10 бы поспать вообще, тогда бы я восстановилась. То есть люди не успевают за ночь восстанавливаться, особенно те, которые ложатся поздно. Здесь мы как раз плавно переходим к тому, как пополнять свою энергию. И вот сон играет для этого очень важную роль. То есть человек, который все время чувствует нехватку энергии, он, в принципе, все время хочет спать. Организм приходит, он сам подсказывает, что ему нужно. Ему нужно спать, ему нужно восстанавливаться. Но у нас опять выставляются какие-то вещи, которые мы должны делать. Я помню вот себя, когда я жила во всем этом, в своих таких мыслях искаженных, я помню, что ну как это спать? Это неправильно спать. В день я должна действовать, я должна что-то делать. То есть я все время для себя, что называется, плеткой подгоняла. А мне хотелось спать. А мне было не расслабиться, потому что я себе не позволяла. И вот люди, которые поздно ложатся, наоборот, вот это время, скажем так, после 10 часов до 3, очень важно для восстановления. Это очень важное время. В этот момент нужно спать. По разным причинам, я не буду сейчас говорить, по каким причинам именно в это время нужно. Но просто вот примите, что это биологически нам очень важные часы для восстановления. И вы можете пораньше встать, но ложиться нужно рано. А мы приходим с работы только в 8 часов, чтобы нам было бы вообще просто посуществовать, бы просто без работы, да, как-то сделать дела какие-то. Вот, и ложимся мы поздно. В результате человек живет совсем не правильно. Человек неправильно живет тем, что вот эти выстроенные дома высокие, мы отделяемся от земли. Наше тело состоит из земных микроэлементов. В принципе, мы состоим из земных микроорганизмов, мы состоим из земли. Мы не должны от нее открываться. Если мы оторвались и живем там на каком-то даже шестом этаже, там, да, четвертом, пятом, нам, значит, надо чаще бывать на природе. Это тоже восстановление. Потому что у нас природа нашего земного тела, она земная. Мы должны быть как можно ближе к земле. Человек это все потерял, вот эту чуйку, где он должен быть. Все, его увело вот это матричное существование, ум. Ну, я думаю, что сейчас вот с ростом этой осознанности, конечно, человек к этому возвращается. И вот я вообще вот общаюсь среди людей, которые все это понимают. То есть мое окружение совершенно другое. Они понимают, они чувствуют, чувствуют сердцем, что им нужно. И вот кто приезжает вот сюда зимовать, они так построили свой мир. Это не значит, что каждый человек не может построить. Любой человек может построить свой мир. Но он строит пока вот, допустим, из того, что он не может. То есть он смотрит сюда, сюда внимание идет. Чего я не могу? Почему? То есть я не могу поехать там зимовать, потому что... И все, внимание сюда. А давай ты будешь смотреть, как тебе это сделать. Давай ты внимание сюда будешь давать. И тогда у тебя не возникнет вопрос, почему я еще не тут, что называется. У меня уже все хочет, что... А я почему-то себе позволить не могу. Потому что ты внимание не туда даешь. Потому что ты даешь туда, почему ты не можешь. А нужно давать туда, как мне это сделать. И тогда все придет. Ирина, давайте подытожим. То есть как нам правильно пополнить запас нашей энергии? Самое легкое, что мы можем делать, это побольше проводить время на природе и высыпаться. Наверное, это доступно всем. Даже если вы живете в городах, у вас есть парки, у вас есть какие-то загородные локации, да, где можно приехать. Но тут еще, ты знаешь, тоже вопрос такой. Мы приезжаем, и мы не там. Если мы приехали пополниться, мы должны находиться в этом месте. Мы должны полностью погрузиться. Мы мыслями должны быть здесь и сейчас. Мы не должны быть мыслями на работе. Мы не должны мысли быть с чувством вины, что мы уехали из дома. Или как там без меня. Уберите вот это, если вы действительно хотите пополниться, вы должны находиться в этом месте, где вы находитесь. Потому что природа излучает. Чтобы это не было вода, деревья, просто трава, газон, все что угодно. Даже голые деревья, может, люди думают, что во время зимы нельзя. Все это можно. То есть происходит излучение тех вибраций, которые, на самом деле, нам нужны для гармонизации тонких тел. Если мы находимся мыслями в другом месте, то это не происходит. Это так, поверхностно очень, скажем так, приглаживание. Но можно действительно пополниться. Можно просто как внутренне соединиться с миром природы, с царством природы, да, через сердце. Можно погрузиться в это состояние, побыть в тишине, не гонять эти мысли опять-таки, да. Какой я плохой, какой я хороший. Просто побыть. Подумать о деревьях, я не знаю, чтобы переключить вот свое внимание. И тогда это проникнет более глубже. Наши тонкие тела начнут гармонизироваться вот именно под эту вибрацию, которая нас окружает. Особенно если у вас будет энергообмен вот с этим царством природы, то есть ваша благодарность, ваша любовь. Вы же это будете чувствовать. Мы же восстанавливаемся именно высокими вибрациями. То есть в этот момент мы понимаем, что мы получаем, и мы благодарим за это, мы находимся на высоких вибрациях. То есть это очень легко. Но вот тяжело только в том, что мы не умеем концентрироваться, да, вот в моменте здесь, сейчас. Мы опять уносимся. Вот здесь надо учиться этому. Высыпаться. Это обязательно. Какие-то практики делать. Я считаю, что обязательно нужно делать минимально дыхательные практики. Это 20 минут, 30 минут. Восстанавливаться через расслабление. То есть это вот работа с телом, да. То есть просто записать себе какие-то упражнения, где будут звучать голос и будут говорить, расплавьте тело, там расплавьте руки, ноги. И вы будете расслаблять свое тело. Это очень, очень помогает восстановлению. Ну, высыпаться я уже сказала. Учиться находиться в этой тишине. Каждый, я считаю, человек должен с 10 минут начать свои медитации. Просто по 10 минут сидеть и учиться сидеть в тишине. Останавливать вот это. Не то, что останавливать. Я не говорю, вы не сможете остановить мысли. Они всегда будут. Вы просто не садитесь в них. Вы их не думаете. Это для меня вот как машины, которые проезжают мимо. Если я сяду в какую-то из них, да, я начну думать эту мысль и уеду вместе с ними. Я опять себя возвращаю. То есть научиться эти машины пропускать мимо себя. Не садиться и не думать. То есть не идти вслед за мыслью. Ну и, конечно, самая такая глобальная работа, которая посвящена, в принципе, посвящена наша вся жизнь, это в течение дня отслеживать свои эмоции, отслеживать свои мысли и учиться балансировать все, что у нас есть. У нас действительно много чего есть. Просто нужно научиться держать баланс в этом и по всем. Дорогой мой человек, я хочу пригласить тебя на свой курс. Называется он «Самоисцеление с маятником». Маятник – это такой инструмент, который поможет тебе очень точечно выявить причины, возможно, твоих заболеваний. Возможно, какие-то причины, которые создают в твоей жизни ситуации, которые бы ты хотел уже изменить. Этот путь я прошла сама когда-то. И встав на этот путь, я пришла к человеку счастливому. Я сейчас счастливый человек. И на этом курсе я буду делиться всем, что я узнала на этом пути. Своими знаниями, своими осознаниями, своими наработками. Я очень бережно тебя проведу по этому пути работы с маятником, потому что это не так просто. Там очень важно создать канал свой. Я расскажу, чего тебе не нужно делать, если ты уже работаешь с маятником, чтобы ты не наступал на те грабли, которые, допустим, наступала я. Хотя эти грабли привели меня к определенному опыту. Это тоже было важно для меня. Но можно их и избежать. Этот курс создан для того, чтобы человек, придя на него, научился слышать себя. Научился видеть в своем обычном дне свой путь. В своем обычном дне видеть потенциал своего развития. Научился чувствовать энергии. Я благодаря маятнику научилась распознавать в себе все эмоции и сейчас называю себя энергетическим парфюмером. Этот курс тебе очень поможет восстановить свое физическое тело и трансформировать свое сознание. Потому что именно с трансформации сознания начинается изменение в твоей жизни. Я проведу тебя по тому пути, который я прошла сама. Но ты возьмешь из него то, что тебе нужно, и все равно пойдешь своим путем. Я как гид, который скажу, вот здесь есть вот это, здесь есть вот это. Ты можешь сюда смотреть, сюда смотреть, можешь смотреть еще куда-то. Я просто тебя введу в этот мир, мир многомерного человека. А дальше ты пойдешь своим путем. Но у тебя всегда будет поддержка в виде меня, в виде этого курса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok